Здравствуйте, меня зовут Мария, и я преподаю английский язык. Данное видео посвящается теме «Артикль в английском». Тема для многих сложная, запутанная, по причине того, что в русском языке такой грамматической категории вообще нет. Но если мы разберемся с самой идеей артикля, если мы поймем, какую функцию они выполняют, то кажется, что не все так сложно. Отмечу, что в русском языке есть слова, которыми мы передаем ту же идею, что и артикль. Мы будем рассматривать и анализировать конкретные случаи и примеры. Итак, начну с основополагающего момента. Ситуация. Вы разговариваете по телефону со своим другом. И ваш друг говорит «Я нашел кота». Здесь, возможно, два сценария, и мы рассмотрим первый для начала. Ваш друг никогда ранее не упоминал о своем питомце. Вы впервые слышите о каком-то коте. Представим, этот друг идет после работы вечером домой и тут слышит, как мяукает какой-то кот. Он его, не знаю, погладил, приголубил и решил оставить. И вот теперь он рассказывает вам о своей находке. В данном случае мы скажем «I found a cat». «Я нашел кота». Помните, в начале видео я сказала, что в русском языке есть слова, которые выполняют ту же функцию, что и артикли. Так вот, в данном случае уместно использовать неопределенные местоимения. Такие как «какой-то», «некий», «один». Я нашел одного кота на улице. Я нашел одного кота на улице? Или я нашел какого-то кота на улице? Итак, вторая ситуация. Ваш друг на прошлой неделе упомянул, что его кот сбежал. Возможно, вы этого кота видели, играли с ним когда-то, и вы представляете, как он выглядит. Но это, кстати, не обязательно. Просто вы понимаете, о каком животном идет речь. О коте вашего друга, который сбежал на прошлой неделе. И тогда, когда ваш друг выпаливает «I found a cat», вы точно понимаете, что это за кот, как счастлив ваш друг, и вы вместе с ним радуетесь такому хэппи-энду. То есть, во втором случае это будет «the cat», «the» определенный артикль. И мы можем заменить его на указательные местоимения. Например, тот, этот, те, эти, того кота. Или, может быть, притяжательные местоимения своего кота. Да, я нашел своего «I found my cat». То есть, если в первом случае у нас неопределенный артикль, какой-то кот, один кот, то во втором случае это определенный мой кот. Артикли ставятся пересуществительными. Они сообщают дополнительную информацию об объекте. Вот давайте посмотрим на примерах, какую информацию нам несут артикли. Итак, первое предложение. У меня здесь две колонки. Indefinite article, что означает неопределенный артикль, и definite article, а определенный артикль. Мужчина зашел в комнату. Какой-то мужчина, некий мужчина. Я впервые упоминаю, впервые вижу. Мой собеседник тоже не в курсе, что это за человек. Я просто говорю, какой-то мужчина вошел в комнату. А дальше я продолжаю говорить о нем и говорю. Мужчина был одет в черный костюм и красный галстук. Тот мужчина, который вошел. Я даже могу заменить вот это слово man, существительное, на местоимение. Могу сказать, он вошел, он был одет в черное. Мужчина вошел в комнату. Какой-то мужчина вошел в комнату, он был одет в черное. Дальше. Мы сейчас возвращаемся снова к неопределенным артиклям. Тигр – это дикое животное. Любой тигр. Вот если мы можем заменить с вами артикль на слово любой, например, в английском языке, эквивалент, то тогда это будет неопределенный артикль. Когда вы относите себя к какой-то профессии, когда вы говорите о своей должности, вообще, когда мы классифицируем объекты, предметы, мы всегда используем неопределенный артикль, потому что я являюсь представителем этой группы, одним из. Так же, как я уже говорила ранее, неопределенный артикль обозначает один, то есть может быть заменен на числительное один. Например, у меня две сестры и один брат. Можно, конечно, использовать числительное вообще, число one, а можно заменить на артикль a, что, в общем-то, одно и то же. Так как a обозначает или n, n используется в том случае, если следующий звук гласный, как в данном случае, an actress, an orange, an apple, это делается для благозвучия. Так вот, a и n обозначают один, а это значит, что они используются только существительными в единственном числе. A cat, a book, a computer, a window, a bottle, a person. Это все существительные исчисляемые в единственном числе. Теперь неопределенный артикль. Give me the book. Дай мне книгу. Я могу сказать, дай мне эту книгу, дай мне свою книгу, дай мне мою книгу, да, конкретную. Мой собеседник, к которому я обратилась с подобной просьбой, например, да, или указанием, он понимает, о какой книге идет речь. Не любую, не одну из, а конкретную. Ну и, конечно же, географические названия, некоторые из них, мы их рассмотрим на отдельном слайде, в своем составе имеют артикль the. Теперь the, артикль определенный, используется с любыми существительными, исчисляемыми и неисчисляемыми. В единственном числе, во множественном числе. The cat, the cats. The love, the water, the sand, the information. Последние четыре примера, это все неисчисляемые существительные. А вот теперь примеры для анализа, да, еще. My mother is a doctor. Я отнесла свою маму группе категории врачей. Она одна из, я говорю о профессии. А теперь соответствующая, противоположная, да, строчка. The doctor, who prescribed this medicine to me, was incompetent. Доктор, который прописал это лекарство мне, был некомпетентным. Именно тот, не какой-то, не любой, а тот, который мне прописал. Следующий пример. Любая романтическая история заставляет меня, не знаю, там, расплакаться, да, заставляет меня плакать или вызывает слезы. Любая романтическая история. А дальше. Романтическая история Ромео и Джульетты всегда заставляет меня плакать. Надо понимать, что предлог of очень часто требует определенного артикла the. The light of the sun. Свет солнца. Это не всегда так, но очень часто бывает именно так. И романтическая история Ромео и Джульетты конкретная, их история, да, я могу сказать their story always makes me cry. Words which we say to people when we are angry can hurt. Слова, которые мы говорим людям, когда мы злы, когда мы злимся, могут ранить. Любые слова, абсолютно, мы даже не знаем, о каких словах идет речь, абстрактно, да, любые слова, которые мы произносим в гневе, могут ранить. The words which you said to me last night hurt me. Слова, которые ты мне сказал вчера ночью, ранили меня, да, вчера. Те слова, и я даже знаю, какие это слова, и мой собеседник знает, да, именно те слова, которые он сказал. Здесь есть некая детерминация, то есть уточнение, какие слова, да. Ну и последний пример в этом, на этом слайде. Water is necessary for human metabolism. Вода необходима для метаболизма, да, человеческого, обмена веществ, для процесса. Вода в общем абстрактна. А теперь, вода грязная, не пей ее. Я, скорее всего, указываю на какой-то конкретный, не знаю, бокал, стакан, кувшин. The water is dirty, don't drink it. Эта вода, не абстрактна, любая вода грязная, а именно эта, которая стоит на столе или лежит там, не знаю, где-то еще находится. Теперь определенный артикль в географических названиях. Когда мы говорим о названиях, используем названия стран, в общем-то правило такое, с именами собственными мы не используем артикли вообще. Но если в названии государства, страны, есть такие слова, как то есть те слова, указывающие на государственное устройство, они требуют артикля the. И у нас здесь пример. The USA, the UK, the Czech Republic, the Principality of Monaco, княжество Монако. С морями и океанами всегда the, the Dead Sea, the Pacific Ocean, Тихий океан, Мертвое море. The Urals, группа гор, уральские горы, да, это будет, пожалуйста, the Andes, Анды, то же самое. Если одна гора, то без артикля, если группа гор, то the. Пожалуйста, пустыня, the Gobi Desert, the Caracomb и так далее. Пустыня, название пустынь с артиклем the. Ну и группы островов, так же, как группы гор, группа островов используется в названии. Группа островов используется артикль the, the Maldives. Хотя в то же время один остров, например, там Мадагаскар, Сахалин, это будет Сахалин, Мадагаскар, без артиклей. В названиях газет, the Moscow Times, the Daily Telegraph, ну, как правило, они в самих названиях уже присутствуют, да, там сложности особо никогда не бывает. С порядковыми числительными мы также используем the. The 14th century, 14 век. Сегодня там, я знаю, 5 апреля. The 5th of April. Zero article, когда вообще не используется никакого артикля. Ну, мы уже затронули эту тему частично, сказали о том, что имена собственной, proper names, там, Сара, Том, Лондон, Раша, используются без артиклей. Хотя the Russian Federation с артиклем, потому что появляется слово Federation. Uncountables. Неисчисляемые существительные, абстрактно, да, когда, помните, да, пример с водой. Или информация, information, love, send. Если у вас есть в фразе, в словосочетании, в предложении притяжательные местоимения или указательные местоимения, то мы не используем никаких артиклей. Мы говорим, этот человек, та любовь, мои друзья, this person that loved my friends. Никаких артиклей. Ну, и когда мы говорим обобщенно, абстрактно, и используем существительное во множественном числе, существительное исчисляемое во множественном числе, мы тоже не ставим никаких артиклей. Cats are beautiful. Кошки прекрасны, красивы, да. Не знаю, там, говорят, что модели глупые, я так не считаю. Models, все модели здесь можно сказать, да. Models are stupid, which is not true. Ну, в общем-то, вот так. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, данный видеоурок вам был полезен и прояснилось, как мы используем определенный артикль и неопределенный артикль, в каких случаях мы не используем артикли вообще. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Более того, вы можете обратиться ко мне для того, чтобы согласовать, например, пробное занятие, если вы хотите изучать английский язык с преподавателем. Буду рада в любому отклику, любому фидбэку, поэтому спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok